Президент будет произносить очередное послание. Посылать будет? Да, это будет опять напоминать по стилю 22-й съезд КПСС. Но с попыткой отмотать время назад, хотя Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что это послание абсолютно нового времени, которое несет в себе это новое время. Вот пока, ну, 37-й год для нас это, в общем, тоже некоторая новость. Никто не ожидал, что он придет так быстро и в такой полноте. Но пока вот удалось отмотать счетчик. Только до 37-го года его налаживают этот счетчик, потому что по меткому и любимому выражению Владимира Владимировича нужен прорыв. Он очень любит это выражение прорыв и, вероятно, следует все-таки в соответствии с его представлениями о прекрасном ожидать прорыва, ну, как минимум, в 16-й век. Потому что, в общем, раскачиваться некогда. И прорвутся туда, конечно, не все в этот 16-й век. Ну, и там можно будет вдали от всяких гааг, от всяких проклятых интернетов, от ООН развернуться и, наконец, полностью порешать все проблемы с недовольным населением. Там ведь глупо будет задавать вопросы про антисанитарию, про закрытые заводы, почему именно Болярин Рогозин заведует, является главой небесного приказа, а камни туда из катапульта все равно не летят. Там будет, в общем, Путину очень хорошо. И представьте, вот так вот все просыпаются, бац, России нет. Ее нет ни на картах, нет в реальности. Где она? Она в 16-м веке. Она удалилась туда. И, в общем, конечно, мир вздохнет с огромным облегчением. Я, причем, могу сказать, что вот я примерно представляю, кто опять соберется на послание Путина. Так оно же Федеральному собранию, насколько я понимаю. Да, да, но это... По-двоему и соберется. Более-менее, более-менее... Нет, там не только Федеральное собрание, более-менее, это вседопускное мероприятие, куда могут прийти, ну, в общем, практически все заинтересованы или способны предложить крупную взятку обладателям пригласительных билетов. Я бывал... Они все будут две недели на карантине сидеть, кстати? Или он по телеку будет выступать? Они не будут сидеть, потому что они уже не успевают усесться. Тоже, кстати говоря, любопытный момент. Вот смотри, есть привитый Путин, и есть все привитые крупные чиновники. Но карантин остался обязательным условием для того, чтобы произошла личная встреча. Это многое говорит и о природе прививки, и о природе привитых. Ну, вот я могу сказать, что я бывал по молодости на этих мероприятиях, которые назывались «Послания», и, ты знаешь, вот наверняка для тебя будет большим откровением. Ты знаешь, что бывают глисты в сердце? Да где они только не бывают. Сердечные глисты, дерфилярии и филярии. Это глисты, которые живут в сердце и которые жрут трабикулярную ткань. А бывает еще хуже. Бывают глисты в мозге. Вот вроде бы мозг такая сложная и серьезная, умеющая себя предохранять, конструкция со всякими гематоэнцефалическими барьерами. Тем не менее, бывает нейроцистеркоз, который вызван, причем будешь очень смеяться, обычным ленточным свиным цепнем. Этот свиной цепень поселяется в латеральных желудочках и поражает мозг тогда, когда умирает, потому что он начинает обизвестковываться, его не растворять. Ликвор, ну, это не важно уже совершенно. Важно, что мы представляем себе этих людей, которых вы говорите. Да, мы представляем себе людей с глистами в сердце и с глистами в мозгу. Вот они, в общем, там соберутся все. И представь себе чудное состояние нас, когда вот мы просыпаемся 22-го и нет никого. Потому что хотелось бы, чтобы в 16-й век переместились бы только они без нас. Нет ни Путина, ни Зюганова, ни Миронова, нету Валуева и нету Жириновского. Они переместились, и мы можем забыть навсегда их фамилии. И вот нету больше вместе с ними, нету угрозы большой войны, нет грабительских налогов, нет повальных арестов, цензуры, пыток, отравлений, поборов. Ничего этого нету вместе с ними. Это было бы, конечно, прекрасно, если бы они все переместились бы обратно в 16-й век. Но, к сожалению, боюсь, что этот прорыв, как и все остальные прорывы путинизма, он не получится. По поводу Валентины Ивановны и ее слов о том, что это послание нового времени. До сих пор не очень понятно, что Валентина Ивановна, как всегда имеет в виду, вот она умеет так завернуть, так сказануть, что это абсолютно и нашим, и вашим, при том, что это является вроде бы абсолютным издевательством, но, тем не менее, звучит необычайно почтительно. Давай еще подумаем о том, что может быть у нас в послании Владимира Владимировича. Я думаю, что выяснится, что ужасно тяжело, невыносимо тяжело быть сверхдержавой, потому что все завидуют. Завидуют Америка, завидуют Англия, Франция, завидуют, в общем, потеряли страх и завидуют даже кенгуру и эстонцы. Завидуют все, и все гадят, все пакостят, все стремятся умолить величие. Он, вероятно, будет говорить, Владимир Владимирович, о том, что сотни шпионов и агентов ЦРУ, переодетых пенсионерами и в совершенстве выучивших русский язык, сутками копаются в пищевых отходах пятерочек, лент, выбирают оттуда не до конца стухшее, заплесневевшее, чавкое там едят только для того, чтобы были сделаны соответствующие видео и фотографии. Более того, то, что они там не съели, эти шпионы несут тем шпионам, которые переодеты их внуками, и которые в соцсетях слушают всякие шпионские песни Моргенштерна, смотрят растлевающее аниме, и вместо того, чтобы бить земные поклоны и плести лапти, заняты черт знает чем. Это все только для того, чтобы позорить величайшую страну мира. Ты, кстати, знаешь, какая последняя провокация, удавшаяся провокация ЦРУ? В Ростовской области скорая помощь на местной сельской дороге завязала настолько, что в ней благополучно скончался, естественно, тот, кого везли в этой скорой помощи, дорог там нету, и пока искали трактор и долго выдергивали, отрывая бампера и всякие засыпные крючи в этой скорой помощи, там, в общем, понятно, что это очередная провокация. То есть, это мы говорим о том, что, вероятно, речь зайдет и о мировой поддержке страны всеми передовыми силами человечества, о новом геополитическом союзе России, и о том, что Россия действительно всегда найдет очередную Мьянму, и всегда в этой Мьянме изгаляется. Мьянма, кстати, окончательно, вот только по глупости своей, взяла и расшифровала участие России в той реформе, которую при помощи крупнокалиберных пулеметов там производят генералы по людям, и сказала, что вот для России больше ни для кого. Теперь открыты все бизнес-проекты Мьянмы, и что российских бизнесменов там ждут. Ну, вероятно, Путин коснется темы отмывки котлет и строго укажет. Ты не знаешь про то, что у нас теперь отмывают все и даже котлеты? Отмывают? Отмывают котлеты. Отмывают в смысле, как деньги или моют? Нет, как котлеты моют. Вот, например, если ты повариха в школьной столовой, и у тебя дети не доели котлеты, или просто не стали их есть, потом эти котлеты отмывают под краном, смывают с них кетчуп, соус, плевки, остатки пюре, для того, чтобы дать возможность следующей смене завтракающих или обедающих получить полноценные отмытые котлеты. И вот это вот отмывание котлет, конечно, это тоже сыроушные штучки. Вероятно, будет рассказано еще о том, что народ сейчас беспрецедентно един в России, и он сплотился вокруг президента, сплотился вокруг тех задач, которые стоят перед страной. Но мы, в общем, знаем, что так разобщена, как сегодня, Россия не была вообще никогда. А что для вас признак разобщения главный? Я не говорю про расчленение. Мы видим, что страна разбита на политические племена, которые ненавидят друг друга, когда между людьми уже не осталось вообще ничего общего, кроме взаимного интереса к скальпам друг друга, и когда гибель или несчастье человека из другого политического племени празднуется, как некое чрезвычайно счастливое событие. Мы это видим, да, что никогда еще между гражданами страны не было так мало общего. И вот только скальпы, причем скальпы, ведь вещь такая, я бы сказал, хитренькая, потому что я помню, как у, то ли у Пиннамы, то ли у Терявокуно-Ока, у одного из племен, которые потом были согнаны в Оклахоме, очень было принято, кстати говоря, скальпировать лысых. И такие скальпы очень ценились. Почему? Потому что можно было с одного человека получить три скальпа. Слоями? Нет. Два скальпа с каждой ягодицей, скальп с каждой ягодицей, и скальп с головы. И никто никогда этого... Вот Прилепину, кстати говоря, в этом смысле лучше всех. Он мог бы здесь в этом вопросе лидировать. А поговорят, конечно, о вакцине. Поговорят о победоносном шествии этой вакцины, дипломатично обойдя тот момент, что российский народ прививаться упорно не хочет и не прививается. И это, кстати, тоже говоря интересно, почему он не прививается так упорно. Вероятно, это привычка и точное знание того, что практически все, что исходит из Кремля, является враньем. Потом омрачительный фактор в виде той неубедительной комедии, которую разыграл лично Владимир Владимирович, который напустил туману, то ли он вакцинировался, то ли нет. Ну и, вероятно, дело в том, что как-то российскому населению кажется, что вакцина капает с того самого конца, который положен и на Конституцию, и на свободы, и на бедность, и на справедливость. Но вот иногда его дают пососать благодарным артистам, а не всегда хочется, не всегда хочется после них что-то брать в рот. Ну и плюс, конечно, жуткая реклама вакцины. Я, кстати, ведь когда-то тоже... У нас есть реклама вакцины? Конечно! Оля, ты не ездишь по улицам. Я вот ехал, я вообще задумал... Я езжу в общественном транспорте. Я понимаю, я задумал вакцинироваться, еду себе вакцинироваться, и вдруг вижу знакомую рожу артиста безногого, того самого, который так убедительно нам лыгал все про Конституцию. Рядом соседняя артистка тоже показывает дырки, проделанные в нем, вакцины. Я сразу понял, что, в общем, конечно, связываться с этой процедурой точно не надо, потому что опять соврут. Но я не знаю, будет ли затронута во время послания президента тема, что все идет или уже пришло к 37-му году, потому что, ну, это не секрет, но и действительно, а куда деваться бедному кремлю-то? Запретительство, любое тупое запретительство, всегда к этому и ведет, ведь лавины так и образуются. Все начинается с какой-то мелочи, все начинается с какой-то глупости маленькой. Один камушек тащит, три камушка, три камушка уже экспоненциально, да, тащат много камушков, и возникает вот эта вот лавина репрессий, которая целыми пластами способна сползать. А действительно, ничего другого-то, вот первым как бы птеродакселем, первой ласточкой всех этих неприятностей был тот самый когда-то, меня даже, разбудивший закон подлецов, закон Димы Яковлева, да, когда я что-то для себя, несмотря на всю свою дикую продажность и беспринципность, решил, что я ничего с этой властью иметь общего не хочу, в том числе и будущую лавочку в Гааке. Ну, в общем, все будет достаточно предсказуемо, в том числе и репрессии, потому что, ну, во-первых, есть великолепный учебник репрессии, есть архипелаг ГУЛАГ, и все будет делаться по старой чикистской рецептуре, и чикисты будут работать строго по сложеницу, но чтобы ничего не выдумывать, и интеллигенты по той же книжке будут учиться страдать и послойно пересыпаться хлоркой. Сейчас они, вероятно, репетируют, как им надо будет в расстрельных ямах укладываться, либо в шахматном порядке, либо елочкой, либо... Но, понимаешь, вот я тебе могу сказать, самое интересное, что есть некоторое преимущество по сравнению с 37-м годом, потому что сюжет заранее известен, заранее известно все, что будет. Но тогда следующее событие, которое несколько нарушит ход истории, будет война. Ну, война – ожидаемая вещь, и это прекрасно, потому что, в общем, не у всякого поколения была возможность пожить в такую обалденно яркую, интересную пору, но пожить или умереть – это уже то, что называется, как повезет. Там потом, понятно, война, распад страны, то есть ничего страшного.